Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава 15. В тот же вечер, в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарбора, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы оскорблять Бога и все, что священно для человека. Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение. В этот вечер у леди Нарбора гостей было немного, только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарбора была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку. Выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его. Дорин был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода. «Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый», — говаривала она, «и ради вас забросила бы свой чипет через мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чипцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем конфликтовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук, а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит? В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней, как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей, и что всего хуже, привезла с собой своего супруга. «Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны», — шепотом жаловалась леди Нарборо. «Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга, но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование. Настоящие провинциалы. Встают чуть свет, потому что у них очень много дела, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. «Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними. Я вас посажу под для себя, и вы будете меня занимать». Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них здесь были Эрнест Хороуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаем лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайны ненавидящие его друзья. Леди Рэкстон, чересчур разряженная 47-летняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что к великому ее огорчению никто не верил в ее безнравственное поведение. Миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и примила картавившая. Дочь леди Нарборо, леди Элис Чепман, безвкусно одетая молодая женщина с типично ангрийским незапоминающимся лицом. И муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить. Дорин уже жаляв, что приехал сюда, но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшей на камине, и воскликнула. Генри Уоттон непозволительно опаздывает, а ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти. Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и когда дверь открылась, и он услышал протяжный мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло. Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарборо все время бронила его за то, что он обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу, а лорд Генри истоли поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориана шампанского, и Дориан выпивал его залпом. Жажда мучила его все сильнее. «Дориан!» — сказал наконец лорд Генри, когда подали заливное из дичи. «Что с вами сегодня? Вы на себя не похожи!» «Влюблен, наверное!» — воскликнула леди Нарборо. «И боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать!» «Дорогая леди Нарборо!» — сказал Дориан с улыбкой. «Я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю, с тех пор, как госпожа де Феррелл уехала из Лондона». «Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной? Это для меня загадка, право!» — заметила старая дама. «Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она помнит вас маленькой девочкой», — вмешался лорд Генри. «Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами». «Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была 30 лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была декольтирована». «Она и теперь появляется в обществе не менее декольтированная», — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. «И когда разоденется, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза». «А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни!» «Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые». «Гаарри, как вам не стыдно?» — воскликнул Дориан. «В высшей степени поэтическое объяснение», — воскликнула леди Нарборо со смехом. «Вы говорите, третий муж? Неужели же Фэррол у нее четвертый?» «Именно так, леди Нарборо». «Ни за что не поверю». «Ну, спросите у мистера Грея, ее близкого друга». «Мистер Грей — это правда?» «По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо». Я спросила у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наваррская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца. «Четыре мужа! Вот уж можно сказать, троп-де-зель». «Вернее, троп-де-даз, я так и сказала ей», — отозвался Дориан. «О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой. А что собой представляет этот Фэрол? Я его не знаю». «Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников», — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина. Леди Нарборо ударила его веером. «Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком». «Неужели?» — спросил лорд Генри, поднимая брови. «Вероятно, вы имеете в виду тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях». «Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек», — настаивала леди Нарборо, качая головой. Лорд Генри на минуту стал серьезен. «Просто возмучительно», — сказал он, «что в наше время принято за спиной человека говорить о нем вещи, которые, безусловно, верны». «Честное слово, он неисправим», — воскрикнул Дориан, наклоняясь через стол. «Надеюсь, что это так», — воскрикнула смесь леди Нарборо. «И послушайте, раз все вы до смешного восторгаетесь мадам де Фэрол, придется, видимо, и мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды». «Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо», — возразил лорд Генри, «потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен, а мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут брак и счастье, мужчины ставят свое на карту». «Нарборо был не так уж безупречен», — заметила старая леди. «Если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая. Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум. Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо. Но что поделаешь, это истинная правда». «Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что бы было с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые как женатые». «Финдосиакль», — проронил лорд Генри. «Финдюглоп», — подхватила леди Нарборо. «Если бы поскорее финдюглоп», — вдохнул Дориан. «Жизнь сплошное разочарование». «Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь», — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. «Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но, увы, другое дело. Вы не можете быть дурным, это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?» «Я ему всегда это твержу, леди Нарборо», — сказал лорд Генри с поклоном. «Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Деприта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея». «И укажете их возраст, леди Нарборо?» — спросил Дориан. «Обязательно укажу. Конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается в Морнинг-Пост, подобающий брак и чтобы вы и жена были счастливы». «Сколько ерунды у вас говорится о счастливых браках», — возмутился лорд Генри. «Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит». «Какой же вы циник!» — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рэкстон. «Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрю. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию». «Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым», — ответил лорд Генри. «Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество». «Боюсь, что да», — со смехом согласилась леди Нарборо. Она встала из-за стола и обратилась к леди Рэкстон. «Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу». «Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее». «Ради бога, не надо, леди Рэкстон», — сказал лорд Генри. «Воздержание — высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно, что обыкновенный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир». Леди Рэкстон с любопытством посмотрела на него. «Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна», — сказала она, выплывая из столовой. «Ну-с, мы уходим наверх. А вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями. Приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся», — крикнула леди Нарборо с порога. Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чепмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел, поближе к лорду Генри. Мистер Чепмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чепмен поднимал британский флаг на башнях мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации — этот оптимист, конечно, именовал ее английским здравым смыслом — есть подлинный оплот нашего общества. Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана. — Ну что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе. — Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все. — Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Сэлби. — Да, она обещала приехать двадцатого. — Имон Маут приедет с нею? — Ну, конечно, Гарри. Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщиной. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже многое испытала в жизни. — Давно она замужем? — спросил Дориан. — По ее словам целую вечность. А в книге пэров, насколько я помню, указано десять лет. Но десять лет жизни с Мон Маутом могут показаться вечностью. А кто еще приедет с Сэлби? Уиллоуби и лорд Рэгби, оба с женами, потом Леди Нарбора, Джеффри, Глостон. Словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана. — А, вот это хорошо. Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур фронтит, то это грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек. Погодите радоваться Гарри. Еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется везти отца в Монте-Карло. Ох, что за несносный народ эти родители. Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал. Уговорите его. Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера. Еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой? Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился. — Нет, Гарри, не сразу, — ответил он. Домой я вернулся только около трех. Были в клубе? — Да, то есть нет. Дориан прикусил губу. В клубе я не был. Так, гулял. Не помню, где был. — Как вы любопытно, Гарри. Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собой ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него. Лорд Генри пожал плечами. — Полнотея, мой милый. На что мне это нужно? Пойдемте в гостиную к дамам. — Нет, спасибо, мистер Чепмен, я не пью хереса. — С вами что-то случилось, Дориан. — Скажите мне, что? Вы сегодня сам не свой. — Ах, Гарри, не обращайте на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте Леди Нарбор мои извинения. — Ладно, Дориан, жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет. — Постараюсь, — сказал Дориан, уходя. Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил себе, снова вернулся. Случайный вопрос Ладда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно. Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто из акваяж Байзела. В камине полал яркий огонь. Дориан подбросил еще поление. Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнеть. Кружилась голова. Он зажег несколько лжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом. Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентийский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости или опислазури. Дориан уставился на него как завороженный. Казалось, шкаф его и привлекал, и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания, закурил папиросу и бросил. Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касали щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа. Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся треугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку. Черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно тяжелым запахом. Минуту-другую он медлил, застывший на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, его знобило. Он потянулся, глянул на часы. Было без двадцати двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню. Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотавши арфом шею, крадучись, вышел из дома. На Бонд-стрит он встретил Кэп с хорошей лошадью. Он подозвал его и в полголоса сказал Кучеру адрес. Тот покачал головой. «Это слишком далеко». «Вот вам Суверен», — сказал Дориан. «И получите еще один, если поедете быстро». «Ладно, сэр», — отозвался Кучер. «Через час будете на месте». Дориан сел в Кэп, а Кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.